Акангелу.ком Витя, можно войти? А вы кто? Хороший вопрос. В этот вторник гость в студии. Искусствовед, член Международной Федерации Художников Аркадий Шварцер. Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после 11 утра. Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем. Ранья дров, Сережа, серебренный рожок. Пять часов шесть минут. Вторник, 29 января. Здравствуй, великий город. Здравствуйте. Все это радио говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Янушко, ведущая этой программы. И Сергей Даренко. Доброе утро всем. Обрушилась под тяжестью снега. Значит, слушай. А еще есть новость. Сейчас я ее найду. Я не собирался вначале говорить. Но сейчас просто увидел на ленте. РИА Новости сообщает о том, что крыша... А в Челябинске рухнула крыша от того, что люди захлопнули дверь. Стена. Стена, 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 стена вывалилась. Стена, да. В Челябинске вывалилась стена пятиэтажного жилого дома после того, как люди... Там внутренняя перегородка, на самом деле. Они там приехали чиновники на место, там по вызову, и говорят, ну, это не несущая стена. Не несущая, товарищ Ана, она не несущая. Это вполне нормально. Другое дело, что это внешняя стена здания, она рухнула от того, что в доме захлопнули дверь. Там какая-то, видно... Женщина не могла ее никак закрыть сначала, позвал сына. Можно сказать про женщин? Женщины ломают все. Ровно потому, что они думают, что они слабые. И когда у них не идет что-то, мужчина, например, понимает, мужчина ровно в свою силу как бы устроил мир. Мир устроен мужчинами, да? Ровно в силу мужчины. И мужчина понимает, что если чуть-чуть что-то не пошло, значит, оно не хочет. И надо подумать, почему оно не хочет. Ну, там перекосило, например, слышишь? Нет, нет, проем перекосило немножко, видимо, стена уже пошла падать. Начала падать, медленно падает. Да, так вот говоришь, больше эту дверь не открываем. Ты говоришь, братцы, вот эта дверь, говорит, надо ее укрепить. Либо здесь как-то, либо-либо давайте ее снимем вообще. Потому что она, ну, так сказать, не пойдет. Все, косяк уже по-другому устроен, наклоняется. Вот, это скажет мужчина. А женщина всегда думает, я живу в мужском мире. Это мир, где мужики здоровые, кабаны по 120 килограммов. Значит, ряхи такие здоровые, как у лошади. И они там что-то бьют, и у них все получается. И она берет шварк этой дверью. И вывалилась стена дома. В Челябинске, товарищи, стены нет. Почему тетка хлопнула дверью? Нет, она сына позвала. Сына? Сына, она настояла. Видите, а потом скандал устраивает. Сама могла бы догадаться, что дом поехал, дом аварийный. Дом не виноват. Дом не виноват. Не надо было хлопать дверью. Потому что дома на это не рассчитано. Ты будешь хлопать дверью. Безнаказанно. Понимаешь? Жуируя своей безнаказанностью, будешь манкировать с требованиями безопасности. Кто тебе велел? Кто тебе позволил? Расскажи мне про Петербург. Ты рассказывала ужасно увлекательно на летучке. Она мне рассказала про Петербург, где тоже хлопнули дверью. Там хлопнули дверью? Да, там переезжали люди. И в документах квартиры в центре города. Там хороший район. Все же знают, что Петербург очень дешево. СПБ, товарищи. СПБ. Там посреди с Москвой и так далее. Да. В общем, железобетонные перекрытия стали делать ремонт. Все скрыли. А там полностью сгнившие на 70% балки несущие. А там, оказывается, все сгнившие балки деревянные. На 70% деревянные. А по документам ихним, петербургским, это все было железобетонное. Ну и как бы ситуация получается. Не надо верить, короче. Не верьте. Что-нибудь тронешь, и все рухнет. Соответственно, за глаза, по телефону... Теперь, внимание, можно я тебе расскажу? Можно я тебе расскажу? Да. Они же не могут теперь, они отдельно от всего здания поставить железобетонные балки. Нет, не могут. Нет, там железобетонные точно нет. Я тебе скажу, что они могут. Что? Мне кажется, даже нелегально. Они могут завести туда такие балки. Швелеры. Швелеры. Вау, спасибо. Железные. Видите? Что ты, если ты слова знаешь? Еще раз повторить? Швелеры. Я же цементом марки. Дитавровые. Дитавровые. Дву. Дитавра. 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 С двух сторон там. Хорошо, пожалуйста. Ну, я просто хочу сказать, что там чиновница говорит, а какой район? А я говорю, там, Адмирал Сейский. Она говорит, а, ну, слава богу, что не центральный. А это моя сестра говорит, а что в центральном? Она говорит, ну, там вообще, говорит, кошмар. Это, вот знаете, Фонтанка, Невский. Вот все эти места, где мы, ну, где люди гуляют. А эти дома на самом деле, они держатся, знаете, за счет чего? Почему там та квартира не провалилась с прогнившими балками в районе кухни и ванной? Потому что внизу просто перегородка, как раз вот та, которая в Челябинске отвалилась от захлопывания. Она просто чуть-чуть поддерживает. И это же не твое имущество, а там общедомовая. Нет, фишка в том, давайте быстро суммировать. Давайте быстро суммировать. Человек в Питере купил квартиру, пожалуйста. Там написано по документам, что там железобетонные перекрытия на самом деле деревянные. Он сам убедился в этом. Деревянные, причем сгнившие. Поменять он их не может. Внимание, он может, конечно, швелера загнать туда. Нет, он должен загнать туда швелера. Он сначала должен расчет сделать. Но он должен эти, понятно, швелера ставить на несущие стены. Правильно? А они тоже сгнившие. Вот в чем проблема. Соответственно, да. Нет, не могут, они есть. Нет, они кирпичные. Хорошо, дальше слушай. Значит, дальше. Это надо тогда строить. Снизу вверх. Прямо все здание швелерами вот этими пройти. Все здание. А потому что его одна квартира, она будет такой, как бы, рубкой. Висеть в воздухе. Рубкой висеть в воздухе сгнившегося дерева. Да, да, так и есть. Вот уроды. Ну, в хорошем смысле. Да, правильно человек пишет. Вот же правильно. Что пишет? Вот правильно он говорит. Что? Алексей Фрей. Он говорит, поскольку в Челябинске проходила стена, а перекрытия хорошие, то надо быстренько перекрытие из Челябинска привезти в Питер, а стены из Питера привезти в Челябинск. Вот и все. Да, да. Это без этого тоже все. Я просто хотел сказать, что все рухнет скоро. Вы это понимаете? Вы понимаете, что все скоро рухнет, товарищи? А? Ну, хорошо. Значит, секундочку. Нет, нет. Женщина как раз больше синтезирует, чем анализирует, потому что они машины синтеза. Как это? Они синтезируют жизнь. Когда в Челябинске женщины падают лицом об асфальт, кровь идет из асфальта. Слышала так? Прекрасная шутка. Значит, дверь просела, ты ее закрываешь. Чуток поднимай, а сын телок, мамин сынок. Нет, а если сверху балка нависла, и дверь не идет? А если мне 92, кто-то пишет, извиняюсь, я выходит не мужик, говорит Митрофанс. Нет, почему? А мне 96, и я нормально все. А хлопнули в этом здании или в соседнем? Не знаю. Не знаю. Да. Секундочку. Мужчина синтезирует. Нет. Мужчина-мужчина-мужчина анализирует, к сожалению. А женщина синтезирует главным образом. Значит, нужно было взять спичку и вставить между коробкой и стеной. Вот правильно, правильно. Вся страна, вся Россия, она же на спичках. Тетки оборзели, скоро всю Россию развалят. Да, это правда. В Москве на Кутузе такие дома. И ничего. Не только. Меняли. Меняли. А? В Москве на Кутузе. Подожди, у меня улетело это сообщение. Улетело сообщение. Господи, ну что ты делаешь? Что ты сейчас делаешь, объясняешь? Я вообще ничего не делала. Товарищи, про Кутузу улетело сообщение. Потому что так много идет сообщений, что они улетают. Вот это звалось в сердце русском, да? Да. 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 Москве на Кутузе такие дома, ничего не меняли. Балки богатые, Буратины, улица 1812 года. Ну и все. Так, 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 так. Подпили. Ребят, все, погнали дальше. Давайте что-нибудь такое позитивное обсуждать. Например, кражу Куинджа, опять все-таки по-настоящему укравший. Нет. А я вот думаю. А ведь у него рак. Ну, а где вы про рак увидели? Я видела, что заболевание. Да я тебе говорю, мать его сказала. Мать сказала. Она сказала, печень, да. Что 10 лет протянет максимум. Печень. Печень никак не бывало. Абсолютно верно. У него рак. А это значит все. У него рак. Даже самый богатый. Ему 31 год. Слушайте, вот этот человек. Вот, пожалуйста. Вот мы, например, с дурным своим запахом изо рта и лишним весом, придурки. Мы, например, живемся и живем. А ему три. Как нет рака? Мне пишут, нет рака. Теперь есть рак. Мать сказала, что он не протянет. Мать сказала, что он больно. Диагноза нет. Но мама чувствует. Может быть, чувствует в тонких слоях каких-то. Тонких энергий. Нет, в тонком плане. В тонком плане. Нет. Мама сказала, что он смертельно болен. И не протянет. Мой-то не протянет. Мама знает. Мама знает. Про рак слова не было. Ну, хорошо. А если? А если? И он решился. Представляю. У него дочери... Ну, остановитесь на мгновение. У него дочери четыре месяца. Четыре месяца. Понимаете? Это доверчивость. Это доверчивость. Это ответственность. Ответственность со стороны взрослых. Доверчивость со стороны дитя. Нас слушают следователи сейчас. Да. Надо обязательно спросить, смотрел ли он Breaking Bad. Обязательно. Может быть, он смотрел Breaking Bad. Там же... И он пытался... To break bad. Обхитрить всех. Обставить. Нет. Всех переиграть. Переиграть. А вы... И разбогатеться. А вы... А вы, товарищ следователь, а вот что бы вы делали с четвертой стадии рака? Давайте все-таки для драматизма добавим рак. Мне кажется, рак обязательно нужно... А? Рак обязательно нужно добавить. Мне кажется, вот это... Как бы... Ну, на самом деле, кроме рака других очень... Ну, рак самая вкусняшка. Ну, и он теперь говорит, что он не может себе объяснить, что он ему... Да, что ты ему дальше... А что, что же это, кроме рака? Кроме рака что? Хариус, что ли? Хариус не сподвигнет тебя воровать. Нет, ну, так что печень, там... Ожирение печени. Ожирение печени. Ну, суроз, например. Вот нет, просто ожирение. Допустим, если у него врожденный гепатит, то уже там срок жизни-то, вы знаете, проблема в чем, когда ребенок заражается при рождении, ну, либо он инфицируется как-то там... А, ему давали, внимание, мне человек, который прямо из клиники пишет, прямо из клиники пишет, ему раньше давали 10 лет, в 21 год, но эти 10 лет прошли. А, ну, он чувствует себя... Нет, Чупраков это... Мы бы как жена ИТР, а не по фамилии называют друг друга? Да? Да, как на старосоветский. Чупраков, ты не доживешь до понедельника, он говорит, да ладно. И он идет и крадет кунижи. А что бы делал я, я сейчас думаю? Я бы все-таки это самое. Последнее, что пришло бы вам в голову. Иванова взял, Иванова, это явление Христа народу, мне очень нравится, там в углу. Нет, очень многие взяли бы демона. Я вот смотрю перепись, сейчас перекличка в интернете, кто бы что взял. Да, да. И демон лидирует. Вы знаете, в этих их интернетах... Чуприков. Значит, Чуприков, да? В этих их интернетах пишут, кто бы что взял. Сейчас перекличка большая в интернете, такой челлендж. Надо написать, что бы украли вы. И, значит, почему-то довольно много людей хотели бы демона. А зачем демона? Ну, потому что это удачное произведение. Это мрачноватая. Ну, мрачноватая, наверное, отзывается тоже. Это когда думаешь о балках и гнилых, сразу кажется тебе, что ты в этот момент демон. Дорогая, послушай меня. Я, например, смотрю комедии, там, Вуди Алина и так далее, для того, чтобы отвлечься от этой мерзости. Радоваться, да? Конечно, свинцовой мерзости жизни. Свинцовой мерзости жизни. Вам тогда подойдет Кустодиев. Может быть, Кустодиев. Очень даже, да. Там, где на лошадке. Кустодиев не только на лошадке. Ну, там всякие румяные такие щекастые. Все румяные, абсолютно. В платках там все и так далее. Да? Я сейчас начинаю вспоминать. Как ты права? Нет, я не люблю такое. Нет. Хорошо. Но я думаю, что у меня... Я говорю, явление хреста народу. Он, так сказать, там в хорошей форме. Вам некуда будет повесить этот дом. Она очень большая. Она очень большая. Она очень большая. И поэтому можно повесить на потолок. На потолок, дорогая. У меня потолок с этой самой, с нитью светящейся. То есть у меня нет люстры, да? Я могу в сандалить... Это подсветка. В сандалить просто подсветка. Абсолютно верно. Я могу в сандалить на потолок. Лечь на пол. На подушечку. Такую маленькую диванную подушечку. Лечь на пол. И в задумчивости созерцать. Понимаешь? Мне кажется, очень правильно. А? Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Да. Значит, что мы можем сказать? Сейчас только что директор Третьяковки заявила, что и шубу украли не случайно. Она пытается сейчас деятельно участвовать и суетиться. Она пытается суетиться, чтобы замять ту тему, что у нее картины тащат постоянно. Понимаете? Это не даже постоянно. Одну вот повредили. Буквально летом же это было, да? Но это известный триггер. Ты задала вопрос, а что бы взяли вы, а что бы взяли вы, вот этот челлендж в интернете. И Юрий Николаевич звонит. Юрий Николаевич, сейчас я спрошу его. Юрий Николаевич, а что бы взяли вы? Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Добрый день. А что бы взяли вы, Юрий Николаевич? Ну, смотрите, в блокадном Ленинграде продавец хлеба умирал с голоду, а также ученые и власти коллекционного зерна. Поэтому я бы вернул советскую власть и Сталина. Сталина. О, Боже. Именно Сталина. То есть здесь я с вами почти не согласен. Если бы то же самое случилось при другом правителе. Я не согласен. Почему они Сталина ассоциируются с... Значит, почему? Потому что он очень долго правил. Он очень долго правил. Ну, фактически. Он сослал Троцкого, наверное, где-то в 28-29-м. И потом шкандывал... Ну, сколько, ну, подумай. Я, кстати, Юрию Николаевичу могу подсказать, где висит портрет Сталина в музее. Есть такой музей советского реалистического искусства. И РИИ. Русского реалистического искусства. Три этажа. Да. И там, среди прочего, ну, это музей такой, который просто представляет все срезы. И там я с удивлением обнаружила. Я думала, что это такой был манифест, наверное, сотрудников музея, когда они экспозицию подбирали. И вот со Сталином тоже. И поймала себя на том, что я вообще изображений Сталина не видела вживую, на самом деле. Давно очень. Я жил в Советском Союзе, но не при Сталине. Юрий Николаевич, я не жил при Сталине, я вам прямо скажу. Я жил в Советском Союзе, в котором все образованные люди знали, что ваш Сталин преступник, убийца и подонок. Как бы вот как-то в таком Советском Союзе. Я жил в Советском Союзе, в котором это было общим местом, что Сталин преступник, убийца и подонок. А вы жили в каком-то другом Советском Союзе. Ну, мало ли, так сказать, я не знаю. Алло, здравствуйте. Сергей, Настя, здравствуйте, Олег Радов. Вот смотрите, насколько я помню, он у нас крымчанин с Феодосией. Да, он в Феодосии, да-да, родной наш человек, родной. Так, может быть, тогда следовало бы братья Ивайзовского? Вот ему бы надо было девятого вала начать, но я думаю, что... Но его не было на временной выставке Куинжа, понимаете? Он искал не слишком большую картину, которую можно было свернуть. Он же ее тут же положил на пол. Да, Ивайзовского тут, конечно, не свернешь. Девятый вал это было бы, да, как ковер. Это монументально. Настя, нас предупреждается, что мы не должны... Нет, ну все, а что взяли бы вы? Я не успел его спросить. Нет, шутка в том, что вы должны сказать, что взяли бы вы. Есть у вас любимая картина. Что взяли бы вы? Ваша любимая картина в Третьяковке какая? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну надо было каких-то иностранных авторов брать. В Третьяковке нет. Но мы же не в Третьяковку тогда должны идти. О чем вы говорите? Тогда надо... А слушайте, а сейчас говорят, что датчики слишком дорогие будут, если все картины обклеят датчиками. А мы скинемся русским, и обязательно русские люди скинутся. У нас довольно много денег. Ничего страшного. А? У нас есть Росгвардия, можно каждому... Каждому поводку поставить. Балбеса поставить. Вот я тоже считаю. Балбеса, дуболома поставить, и все. Правильно? Он еще рассказывает. Может рассказывать еще про картину. Да, да, да. Слушайте, а кстати, дуболом может рассказывать. Подходишь, его трогаешь. Я честно с вами. Ну, запугиваются. Он такой раз начинает рассказывать. Любой дуболом может сказать. Нет, правда. Ну, любой дуболом может выучить что-то одно. Это правда. А что-то одно. Я тебе можно расскажу про Юрия Михайловича Лужкова? Юрий Михайлович Лужков наизусть знал Руслана Людмила. И сейчас наверняка знает. Руслана Людмила. С любой точки, с любого момента, по любому поводу, он начинал Руслана Людмила цитировать. И дальше люди могли пойти поспать. Кто-то в гамак, кто-то с книжкой. Кто-то успевал прочитать небольшую книгу. Он продолжал цитировать, цитировать, цитировать. Подряд, 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 подряд. В него кто-то загнал. То есть его, когда апгрейдили, случайно залили туда Руслана Людмила в мозг. И все. Понимаете? И так же Росгвардейцу. А Росгвардейцу можно залить про картину. И он будет дудеть вот это ду-ду-ду-ду-ду-ду. В 1871 году автор посетил то-то-то. А звук потише можно будет? На пуговке, чтобы было. На пуговке. Ну, хорошо. А что вы любите в Третьяковке? Я обнаруживаю невежество, товарищи. Да вы невежды. Ну, в хорошем смысле. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Сергей Настя, доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Сергей, очень смеялся, когда читал про... В вашем телеграмме про похищение. Да, чего? Про милицию, про алицию. Да, да, да. Да, да, да. Знаете, я пытаюсь чаще быть в Третьяковке. И мне очень нравится незнакомка Крамского. Она очень многим нравится тоже. Да, да. Это потрясающе. Это потрясающе. Вам нравится прыщик у нее на губе? Прыщик. Там волосок торчит из прыщика. Да нет. Смотрите, у нее же есть родинка. Ну, родинка. Ну, это же ужасно. Ну, все современные... Раньше они рисовали мушки, где не попали. Мне страшно предположить, где еще они рисовали мушек. Это было прекрасно. Спасибо. Спасибо, спасибо. У незнакомки меня... У меня у бабушки тоже была репродукция. Сейчас я вам поясню. В Г. Керчеве. В Г. Керчеве. А это порочная вещь. Незнакомка. Абсолютно незнакомка. Она была напротив моей кровати детской. Ну, в смысле, не детская. Когда я жил у бабушки, я просто... У меня была такая полноразмерная кровать. Вы разглядывали. Пока бабушка жарила печеночки бычков. Знаете, печеночки бычков отдельно на сковородочке. Значит, в кухне. А печеночки бычков, когда жаришь, очень сильный запах. Это незнакомка на меня смотрела. Она вселенная смотрела на меня с прищурцем. И она как бы знала, что я занимаюсь анонизмом. Ну, вообще по жизни. И она такая, она тебя осуждает. Она осуждает, но не сильно. Она говорит, я про тебя все знаю. Такая, видишь? И ты думаешь, а я про тебя знаю, что у тебя прыщик. И все. А? Нормально? Ладно, поехали. Давай уже Венесуэлой займемся. Из России. Венесуэлой очень коротко. 26 минут. У нас 4 минуты. Мы быстро вам расскажем. Значит, завтра будет большой митинг. Где у нас? И в субботу. Нет, нет, в Каракасе. Ну, и везде. Кстати, Гуайдо сказал, что он хочет везде. А мы выйдем в поддержку кого-нибудь? Например? Нет, ну мы же закон треволюцию. Люди, которые... Я сейчас объясню тебе. Люди, которые за революцию, они должны куда-то ходить. И в этом смысле у нас очень необременительная жизнь. Люди, которые за революцию, обязательно должны куда-то ходить. А люди, которые за контрреволюцию, они должны просто сидеть скромно и все. Зачем? А? Нам никуда не надо ходить. А? В этом наша прелесть. Вот послушай Гуайдо, послушай Гуайдо, как он говорит. Давайте. Он молод же еще достаточно. А? Сейчас он будет разгоняться. Это он в интервью? Как он? Интервью El País. Газете El País испанской. Что-то скричит сейчас. Ты знаешь, что я... Николай Мандур. Скорость, которую он потом начинает говорить. Сейчас это у него там интервью на 1,58. Мы сейчас были на 42-й секунде. А дальше он разгоняется просто. Это безумие просто. Самые быстрые в Испании, вот по речи, мадридцы, мадриленюш, они чешут с такой скоростью, как никто вообще. А значит, а этот, он как бы мадриленю, но с выговором андалусийцев. Понимаешь, да? И это доставляет истинное удовольствие, что как... Ну и так, да. Нет, ну дальше. Значит, это самое. Потом он говорит, что он учился в Мадриде. Какое-то время там проходил студию из академии. А у них есть такое? Мечта вернуться там, типа, в Испанию, на родину предков? Нет? Нет, такого нету? Ну, прости господи, у них нет сознания. Были золотые времена. У них нет сознания, что они как бы привязаны, они абсолютно разорвали пуповину. У них абсолютно нет никакого такого сознания. Им приятно, что есть Испания такая вот, ну как бы... Испания в чем держит единственное первенство? Это в Академии Реаль де Ленгуа Испанёла, Королевская Академия Испанского Языка. А вот, так сказать, она анализирует нормы и вот эти все их странные словечки там и так далее. Но это, ну это не, все равно у них не, у них собственное достоинство. Они не живут отраженным светом, ты ошибаешься. Ну послушай меня, ну так прошло-то уже сколько лет, а? Прошло-то сколько лет? Да, пожалуйста. Зачем ты, зачем ты споришь? 200 лет, как они освободились. Мне просто любопытно стало, как они там осознают себя. Да, но видите, у нас Амадуры до сих пор президентом называют в новостях. Наши. Наши, да. Но до известной степени там два президента. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять тридцать в Москве, в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Под Волгоградом под тяжестью снега обрушилась крыша дома. Как сообщил РИА Новости замглавы администрации Камышинского района Алексей Самсонов, пострадавших нет. Он уточнил, что в двухэтажном доме проживают 25 человек. Цитирую, эвакуация жильцов не потребовалась. Дом 1963 года постройки, возможно, подгнили лагии, и крыша сложилась под тяжестью снега над первым подъездом. На чердаке никаких коммуникаций нет. Дом продолжает отапливаться. Газ и свет не отключали, сказал Самсонов. По его словам, сейчас специалисты оценивают состояние крыши. Накануне сообщалось, что из-за скопившихся налейдей снега обрушилась кровля детского сада под Воронежем. В результате случившегося никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. В Мосгордуме сочли излишним досмотр посетителей музеев на выходе. Накануне с такой инициативой выступила директор Третьяковской галереи Зельфира Тригулова. После кражи из Третьяковки картины Архипа Куинджа и Петри Крым музей разрабатывает новые правила безопасности. Завершить эту работу планируется в течение двух месяцев. Далее цитирую. Всем, кто придет на выставку в Третьяковку или другие музеи, будет как-то неловко проходить через досмотр. Я не видел, чтобы в зарубежных музеях такое случалось. По крайней мере, меня никто не досматривал и не прощупывал. С моей точки зрения, досмотр – чрезмерная мера, но пусть решат специалисты, заявил агентство «Москва», глава комиссии Мосгордома по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Картина Куинджа была похищена из Третьяковки вечером 27 января. Преступник снял ее со стены и вынес на глазах у посетителей и охраны. Накануне подозреваемого задержали. Минтруд предложил отменить медосмотры офисных работников. В Виндовстве это объяснили тем, что работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Публичное обсуждение инициативы министерства продлится до 7 февраля. Если ее одобрят, изменения примут в августе. Согласно действующему законодательству, все офисные работники, которые трудятся за компьютером более 50% смены, должны проходить обязательные медосмотры у невролога и офтальмолога один раз в два года за счет работодателя. Минтруд считает эту меру избыточной. В Греции впервые за 7 лет повысят минимальную зарплату. Премьер-министр Алексис Ципрос заявил, что с 1 февраля она вырастет на 11% до 650 евро. По подсчетам власти, эта мера затронет около 600 тысяч человек. В последние десятилетия экономика Греции испытывала серьезные трудности. Страну несколько раз спасала от дефолта помощь международных кредиторов. Она оказывалась в обмен на жесткие меры по сокращению бюджетных расходов, в том числе зарплат в греческом госсекторе. Действие последней из таких программ закончилось в прошлом году. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65 рублей 93 копейки, евро 75.19. И о погоде в Москве сейчас минус 5. В течение дня синоптики обещают небольшой снег. Завтра около нуля и дождь со снегом. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Скажи, какова скорость света? 300 тысяч километров в секунду. Так лучи попадают сквозь большие окна в квартиры от А101. А101. Живые квартиры с большими окнами на яркой стороне Москвы. Телефон рекламной службы 925 3317. Код 495. Колбаса, сыр, чай, хлеб, макароны, вода, соки, мука, мед, шоколад, масло, крупы, соль, овощи, фрукты, майонез, рыба, икра, кетчуп, торты, спадельки, конфеты, консервы, чипсы, мороженое. Скажи мне, что ты потребляешь, и я скажу, кто ты. Средства для мытья посуды. Гость в студии. Руководитель пресс-службы Роскачества Мария Марта Галичева. Радио Говорит Москва проводит экспертизу качества товаров, которые лежат на полках российских магазинов. Каждый вторник после 13 часов программа «Знак качества». Программа создана совместно с российской системой качества. СВОЯ ПРАВДА В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. По будням. После 17 часов. СВОЯ ПРАВДА Говорит Москва Девять часов тридцать пять минут. Вторник. Двадцать девятое. Января. Радиостанция «Говорит Москва» право знать. Ведущая. Анастасия Аножко. И Сергей Доренко. Видишь, все по правде рассказывают. Школьников в Бурятии за опоздание на урок заставили сидеть в противогазах. Вот понимаешь, все-таки должна быть суровость какая-то. А вы сидели когда-нибудь в противогазе? Никогда не сидел. Как может быть, это легко? У нас все время в армии говорили, вот я тебя заставлю бегать в химзащите несколько километров на жаре в армии, когда я служил рядовым запасом. Нет, я сразу был рядовым, а уж потом запасом. Понимаете, я сейчас, я сейчас служу рядовым запасом. Спокойно. Значит, это самое. И нам говорят, вот ты в химзащите будешь бегать. Я это слышал тысячу раз. Вот ты в химзащите будешь бегать. Ну и так далее. Но он ни разу не бегал, должен сказать, со всей откровенностью. Химзащиту видел, но бегать не бегал. Нет. Но он мог бы сказать, так, ребята, вы сегодня опоздали. Одеваем противогазы. Представляем. Надевать противогазы невозможно. Надеваем противогазы и представляем себе, что мы дайверы. И сейчас начинается погружение. А это была такая игра. Да. А сколько там? Там же нельзя быстро, я так понимаю. Как мистер Бин-3, да? И куда? Мистер Бин-3, агент. Агент на НЛС-7. Да. Слушай, уполномоченный поправлен человек. Обратились родители учеников. Номер 58 у Лан-Ун-Д. Они, пожалуйста, на преподавателя ОБЖ. ОБЖ это бывший военный какой-нибудь, правильно? Наверное. Который заставил целый урок сидеть детей в противогазах. Они же чистым воздухом дышали, нет? Ну да, очищенным. Очищенным же. А что, наоборот даже, наверное? Конечно. Конечно, конечно. Хорошо. А там без того таежные, да еще и очищенные. Прикинь, что. Надеть противогазы и общаться, и находиться в них целый урок. Как он отвечал в противогазе? А как он отвечал в противогазе? Ну все, я не знаю. Да? Нет, разговаривать-то невозможно. Это тоже пытка. Почему-то, а можно поговорить. Другое дело, что тебя не слышно особо. А? Это неинтересно. А снимаешь противогазы, тишина круглая. Кстати, они же не живут как в большом городе, как мы тут. Все время гул какой-то. А у них все время тихо. Нет, ну я просто тебе говорю. И Омск, сейчас еще Омск опять. Омск, оно такое место, потому что там много людей. Но там один миллион человек живет. Само Омске, может быть, это большой город. И поэтому оттуда много скандалов. Потому что Омск не отличается от других городов жестокостью какой-то особенной. Да, я знаю, там даже метро есть. Я бы сказал. Это там две станции. Я бы сказал. Я бы сказал, там есть одна станция. Одна? Одна. А поезда там ходят? Она никуда не идет. Есть и все. Метро у нас есть. Типа. Нет. Там, значит, это самое. Скотчем заклеивала воспитательница малышей. И связывала. Нет, связывала. Связывала противогаз. Размера нет. Маленький еще. Размера нет такого детского. Понимаешь, в чем дело? Значит, она заклеивала рты скотчем, запугивала их, говорила, что что-то сделает с ними. И чтобы они не говорили родителям. А в какой момент она это делала? А в какой? Да. Ну, дети. Ну, в какой момент? Техий час или на прогулке? Ну, подумай сама. Ты знаешь, ты мать трех детей. Да. Надо постоянно. В любой момент можно это начать делать. Если нет насморка, ты танзелит какой-нибудь закапываешь им в нос, чтобы они могли дышать. Ты им заклеишь рот, и они умрут. Если у них насморк, то они не смогут дышать. Да. Надо, чтобы нос был чистый. Промыть нос. Промыть нос. Это первая пушка. Промыть носик. Я вам должна сказать. Вы мыли нос детям? Аквамарис. Аквамарис. Потом, дорогая, соответственно, закапать танзелитика, заклеить рот. Заклеить рот. Сейчас, извините, это у меня. Значит, и заклеить надо бы и задницу. Нет. Я тебе объясню, они же пердючие дети. Нет, ну это не страшно. Это развеивается. Я умоляю. Заходила в детский сад? Да. Заходила в детский сад? Это запах горохового супа, Сергей. Я знаю, о чем вы хотите сказать. Это что-то другое. То есть их надо... Желательно заклеить с двух сторон детей. С двух сторон. Понимаешь? Человек — это тоненькая трубочка между ртом и анусом. Надо заклеить две дырочки вот эти. Вход и выход. Все. Я бы на месте детского сада отказалась бы детей принимать вообще. То есть как бы это такое напряжение с детьми все время. Не хочешь? Ну, то есть она это делает, что теперь ее судят, ее отстранили. Или что она пишет объяснительно. Нет, она уволилась. Она уволилась. Пошла работать куда, мне просто интересно. Она уволилась, и все, нормально все. Слушай, значит, я хотел сказать это самое. Про то, что у нас есть какой-то источник жестокости и бесчеловечности. Если позволишь. Это важная для меня мысль, что постоянно же им дают, они все сидят в мобильных телефонах. Они все узнают все про всех. То есть вот этот педагог в Бурятии, он знает, что это нельзя. Эта воспитательница в Омске, она знает, что это нельзя. Она знает точно. Она знает, что до нее так тоже делали, и что их наказали. И что это реально судьбоносная фигня, потом ей запретят работать, запретят работать с детьми, будет какая-нибудь уголовка условная, неважно, и какая-нибудь неприятность, и прочее, прочее. Она знает, понимаешь? Значит, я считаю, что люди в России, делаясь жестокими, они преодолевают какие-то... То есть они, по-настоящему, чуть ли не геройски жестокие, понимаешь? Это геройская жестокость. Потому что они знают, что накажут, и геройски идут на жестокость. Понимаешь, в чем дело? Значит, есть какой-то генератор жестокости, вот подумайте об этом. Подумайте о том, что они точно понимают, что их накажут, они жертвенно идут на жестокость. Жертвенно. И значит, в русской жизни есть какой-то генератор жестокости, который заставляет их жертвенно, понимая, что жизнь их под угрозой карьеры... Маленький внутренний Сталин? Какой-то маленький, крошечный, да, в голове сидит Сталин, понимаете, который требует жестокости. Иначе они сядут вам на шею. Да, есть такое слово «надо, товарищ». И кто-то толкает их на жестокость. Кто? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Сергей, Сергей просто. Сергей, хорошо, да, хорошо. И Анастасия, что вы великолепная. Да, Анастасия. Смотрите, да ничего, они как бы не знают, что их накажут, просто происходит следующее. Они это делают уже очень давно, систематично. Они, конечно, читают интернет, они видят, что других наказывают. Но они их считают просто как бы дураками, как бы вот они спалились, потому что они не умные. А я-то умный, как бы у меня такого никогда не произойдет. И это происходит постоянно. Вот везде и как бы сейчас другие новости читают. Ну это что, это в голове маленький Сталин. Почему они так себя ведут? Почему? Ведь более кайфово не делать этого, ну серьезно. Вот я живу, да, я живу. Я думаю, ну вот я позавтракал, ну так, кое-как. Думаю, что потом пообедаю, понимаете? А вот, ну то есть у меня нормальная, налаженная жизнь, да? А я в середине сейчас пойду кого-то мучить. Ну зачем? Перед обедом. Пойду мучить. Ну я же, моя проще-то не мучить, проще не мучить, нет. Сергей, я так скажу, методы где-то, они до сих пор не изменились за 30, за 40 лет. У меня, допустим, в детском стаду такого не было. Ну а где-то, как бы, это продолжается до сих пор, просто интернет появился, мы стали об этом слышать. Разве интернета не было, как бы это были... Мне кажется, это хлопотнее. Я вот вопрос задаю, именно эта... Жизнь становится более хлопотной, если я между завтраком и обедом буду кого-то мучить, понимаете? А если не мучить, то как бы поспокойнее жить? Мне кажется, я вот ленивый, я бы не стал мучить. Ну педагог, он считается... Они трудолюбивые. Чувствуют ответственность за то, что он должен воспитать как бы человека, понимаете? А, поэтому издевается, поэтому... Да, через мучение, через боль. Ты понимаешь, нет? Я иду минималистическим путем. Минималистическим путем. Понимаешь? Я сейчас приехал в одном месте, например, на стоянке сугробы, а в одном месте расчищено. Угадай, куда я поставил машину? Куда? Туда, где расчищено. Почему? Потому что я иду минималистическим путем. Я мог бы достать из багажника лопату, например, специально возить лопату. Расчистить себе место, убрать сугробы, еще чего-то. То есть идти мучительным путем, мучительным. Понимаешь? Работать, 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 потом поставить машину. Я просто поставил машину на расчищенное место. Почему? Я хочу экономить усилия. Мне кажется, мучить детей — это усилие. Можно из соображений чисто экономии энергии их не мучить просто. Да нахрен они сдались вообще, чтобы их мучить, а? Ну вот. У нас была учителька в пятом классе, я помню хорошо. Школа 23, Дземки, Комсомольск, Аннушка. Она наставила стоя. Ира еще была вторая по истории, она тоже ставила стоя. Вставит и все. Вставит, вставит, класс, вставит. Мы такие встаем. Она — стой, тебе я сказал. Ну, а значит, Аннушка была сволочью, то есть у нее жестокое при этом было лицо. Жестокое лицо. А Ира, ей было 22 года, и она плакала, когда нас держала стоя. Ну, она плакала, реально. Дрожащим голосом. Стоять! Я смотрю! Был такой метод дисциплинарный? Видать, да-да-да, в Комсомольске-на-Амуре так принято, не знаю. Особенность какая-то. Ну, значит, Аннушка сволочью была, мы ей потом привязывали дверь веревкой и звонили в дверь. Ну, к перилам привязывали дверь и звонили. Аннушку, потому что она сволочь была. Понимаешь, в чем дело? А значит, Аира, она была хорошая такая. Прям хорошая. А мы нашу учительница один раз в журнала свиноводство выпит. А ну, видишь, как. Слушай, Аира была хорошая. Она плакала, она нас мучила и плакала. Я вот как сейчас вспоминаю. И это нам нравилось. Потому что мы испытывали к садисту, как бы она была садист, и она одновременно была жертвой. Ты понимаешь, в чем дело? И вот это мучительное переживание, что садист – жертва, оно нам дарило какие-то неизбывные ощущения, которые со мною до сих пор. Мне это так приятно. Росгвардия, что? Да, да, все. Скажи. Росгвардия. Конечно, все несчастные. Слушай, Росгвардия, которая облажалась в Третьяковке, как вы знаете, проводит тендер на организацию 27 марта концерта в Кремлевском дворце, приуроченный ко дню войск Национальной гвардии России. Они же официально называются Национальная гвардия, а сокращение не Национальная гвардия, чтобы отлично... Чтобы нацистами не было. Не, чтобы не было, как украинцев. А. Нацгвардии не было у нацистов. Ну, украинцев все равно. Это была ССС, может быть, ты ошибаешься. Вот, значит, слушай, они будут на 19 миллионов рублей концертировать. Так можно поучаствовать в смысле... В смысле, как я как артист могу заявку подать. Конечно, конечно, стендап-комик. Стендап-комик, Настя Аножко. Ну, подай. Да, я боюсь, что это будет не смешно, но я могу... Нет, ну, надо, чтобы командование... Изобьют. Если командование распространит, как бы, пресс-релиз, что Настя Аножко... Сценки с дуэлью, например, можно разыгрывать, нет? Нет, если командование распространит пресс-релиз среди бойцов, что Настя Аножко это очень смешно, то они будут смеяться. Тут важно, чтобы прошло, ну, конечно, на построение. Сначала сценка с дуэлью, а потом про картины. Нет, слушай, должно быть построение. На построение должен выйти полковник, товарищ полковник, и сказать, значит, так... Нет, 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 смотри на вас. Смотрю на вас это с тобой. Иду. Ну, а, иду. Что ты? Ну, а, что это? Ну, что это? Я не помню. Вы тоже можете в качестве пародиста выступить на этом концерте. Я мог бы спокойно быть полковником Росгвардии. Послушай, я генерал могу. Это бойцы твою мать или кто? Что ты, рожа у меня, рожа у меня, рожа у меня. Нет, что ты, что ты вчера делал? Я не говорю, ну, да, не надо, я объясняю конкретно что-то. А я не могу у него рот заплетается еще. А? У него язык заплетал, объяснить не может. А, полковник, иди сюда. Ты служить хочешь? Служить нравится? Молодец. Молодец. Нет, они так, наверное, не говорят. Вот ему вот какую-то уже ударили сентиментальную стадию. Я тебя научил служить. Камчатку хорошо знают. Я помню 89 годов. Узнают. Да? Как я никого так сумел. А надырь хорошо знают. Рядом с Америкой, да. А? Вот это же. Ну, собирай чемодан. Звони жене. Что стоишь? И так далее. Я мог бы быть генералом? И комиком, и генералом одновременного могли бы быть. И командовать, а в празднике выступать на сцене. За деньги. Сколько миллионов там рублей разыгрываются? Не знаю, 19 миллионов. И отправиться 19 миллионов. Десять нам остальные, вся Мазель. Там должен прийти Газманов. Атамат. Как он? Я могу вместо Газманова. Газманов, как ли? Моих мыслей стальных что-то. Моих мыслей чугунных. Моих мыслей чугунных. Нет каких? Еще Полина Гагарина. Это я первый раз слышу имя. Любые. Я видел этого господина однажды. Любые. Любые. Мы переодевались в одной гримерной. Он надевал мундир? Он всегда при каких-то таких... Мы переодевались, и я видел его в трусах. Вот этого из любых. А он видел меня. А я, по-моему, не переодевался. Я просто был в гримерке, а он переодевался. И был в трусах. Ну, такие боксерс. У него боксерс-трусы. Не в обтяжечку, как у старого педика, а такие боксерс. Ну, такие. Ну, тканевые такие. Вот, слушай. Значит, это самое. Ну, мы дружили, и все. Лепс. Я его не видел в трусах. Газманов. Я его не видел в трусах. Полину Гагарину я не видел в трусах. Лев Лещенко. Александр Маршал. Денис Майданов. Зара. Зара это магазин испанский, нет? Александр Розенбаум. Это у которого листья падают вниз, да? Это все для старшего поколения развлечения. А для малобойцов-то что? Листья падают вниз. Что оно такое открытие? Да. Да. Вальс-бастон. А? Вальс-бастон. Да. Да-да-да-да. Хорошо. Значит, нет. Они будут играть. Что? Нет. Они будут играть в Росгвардию. Все эти люди. Секундочку. Они придут в Кремлевский дворец съезда. И будут играть в Росгвардию. Но перед этим на построение скажут, что они клевые. И все. И все. Они будут рукоплескать. Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, а сколько лет Росгвардии? Я думаю, лет 200-300. Нет. У нас же все. К чему не придешь. Там почта России учреждена Чингисханом. Что такое-то давнешнее. Учреждена Чингисханом. Сбербанк тоже с 19 века. Там. Возили пайдзу. Серебряную. Золотую пайдзу. Росгвардия же недавно. А, вы думаете, у них есть какие-то исторические... Обязательно. Обязательно. Все русские учреждения, все российские учреждения построены на святой лжи. Они все говорят, что они основаны в 17 веке, в 15 веке. Да, и очень мирожливые. И только оборонялись. Часть из них, мне кажется, что как раз Росгвардия могла бы основаться под патронатом Чингисхана. Мне кажется, нет? Или Хана Баты... Хана Тахтамыша, может быть. Хана Тахтамыша. Ой, отдельный корпус жандармов. Это что еще? Отдельный корпус жандармов. Это предшествующая организация. Да, да, да. Корпус жандармов. Это же Николай I. Жандармерия, точно. Жандармерию. Бенкендорф, который, помнишь? Да. Полный идиот был. Не Бенкендорф, а Николай I. В хорошем смысле. Он реально занимался выбором спинок для кроватей для солдат в казармах. Николай I. Николай I. Я не шучу. Я не шучу. Он в действительности сам занимался. Нему носили эскизы. Но это, знаете, как человек на своем месте. Помните, как в советской комедии какой-то все костюмы шил своим. Ему очень интересовало накладные, там, кармашки или не накладные. Вот этот человек мебельщик. Да. Дизайнер. Дизайнер. Да. Опричные. Вот предыстория опричные войска. Сергей, лучше бы мы не открывали. Опричные? День опричника. Да. Потом гарнизонные войска, внутренние стражи, жандармерия, потом Красная гвардия. И в период гражданской войны внутренние войска МВД, ну, соответствуют более-менее. Потом проекты создания национальной гвардии. Да. Войск национальной гвардии и все. Вот, которые сейчас. Хорошо. Ты собираешься все время только на этой теме сидеть? Черт с ней, с этой самой, как ее? Сандармерией. Да и с концертом заодно тоже черт с ней. Поехали дальше. Мне нравится Миньюз. Слышь, я от Миньюз-то торчу. В хорошем смысле, честно говоря. Миньюз предложил не наказывать за вынужденную коррупцию. Я прошу позвонить. Я прошу позвонить. Нет, серьезно. Я вчера, знаете, несколько раз перечитывала. Знаете, психологи говорят... Я подумал, что лучше справа налево. Я перечитал слева направо и справа налево. Вычитает и не видит вот эту частичку «не». Это психологи говорят. Да. Ну, то есть, ты когда говоришь, предупреждаешь, что что-то не надо делать, надо быть осторожным, чтобы человек это понял. И я подумал, что я что-то не поняла. Когда отрицание вообще никто не понимает, не надо не делать. Я думала, как-то все-таки они будут наказывать или не будут? Или можно всегда сказать, что я был совершенно вынужден? Послушайте, Миньюз предложил... Внимание, сейчас подумайте. Товарищи, вам понадобится весь ваш интеллект. Сейчас 100%. Включайте. Как будто вы взлетающий истребитель. Здесь весь просто рут до конца. Рут до упора от себя. Рут от себя. Мозг начал работать. Ребята, сейчас мозг пошел на турборежим. Турборежим. А? До 4 гигов надо разогнаться. 3,8 хотя бы. Смотрите. Миньюз предложил не наказывать за вынужденную коррупцию. Далее определение. Смотрите. В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин. При этом освобождение от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено, а должно быть предусмотрено. В школе нас учили найти подлежащее и сказуемое. Субъект предикат, да, 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 очень правильно. Давайте. Существует обстоятельства? Точка. Точка. Это как бы сложно сочинено. А не существует даже прояснение? Вообще-вообще-вообще, я сейчас попытаюсь. Существуют обстоятельства? В частности, вот какие. Что мы знаем, что есть ограничения запреты. Ограничения и запреты. Запреты есть. Мы как кто? Как взяткодатель? Есть, 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 есть ограничения, запреты, установленные, чтобы не дать коррупции, чтобы не было коррупции. Есть запреты, чтобы не было коррупции. Но, но, в силу объективных причин, выполнить их невозможно. Я правильно понимаю или что? Запреты. Запреты нельзя выполнить. Например, брать подарки старше трех тысяч рублей. Когда вам говорят, надо ждать. Когда вам чиновник говорит, надо ждать. Ты думаешь, это два слова или три. Если два, то надо ждать. А если три, то надо ждать. Надо ждать. Надо ждать. Надо ждать. И ты думаешь, здесь два слова или три. Такой, напишите на листочке. Напишите на листочке. Моргнись. Напишите. Здесь два слова или три надо ждать. Вот мой номер в WhatsApp. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, я прочитал эту новость. Был в таком, знаете, восторге. Ну, в кавычках, конечно. Да. Это вообще звучит замечательно. Просто, я бы сказал, прелестно. И в приговоре будет звучать так. Он был вынужден взять взятку. Нет, и дать тоже. И дать, и взять, правильно? Ну, да, да. Ну, там, или дать, или взять. Почему? Я вообще предлагаю за это дело еще дальше пойти, давать салоны на усиленное питание. Я не знаю, там, путевку. Потому что он в силу своих эмоциональных, психологических, ну, вот, таких моментов. Объективных причин. Объективных причин. Объективно было настроение. Настроение было объективно. Ну, был вынужден. Ну, бедный парень был вынужден там, кто там сидит у нас. Какая прелесть. Да. Ведомство. Да. И вот я предлагаю, давайте им путевки еще дополнительные. Ведь живем же, понимаете, у Высоцкого есть на этот север. Да, 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 да. Живем-то не на облаке. Это же все буржуазно. Да, да. Это же террористическое влияние. Ведь живем-то не на облаке. Помнишь, когда это... А? Это все, это все пакость с запада идет. Работать на воздухе. С запада. Работать с людьми. Западное влияние. Прямо живем-то не на облаке. На нас вот это вот несется с ветром. Нас придавили совсем. Северо-западный ветер приносит на нас вот это все западное. Понимаешь, в чем дело? Да. И оно как-то, бациллы какие-то, вирус, коррупция прилетает, еще что-то. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Меня зовут Екатерина, я юрист. Вот хотела бы вам пояснить, что вы немножко неправильно трактуетесь. Прошу вас. Конечно, смешно, но немножко неправильно. Дело в том, что речь идет о соблюдении запретов и ограничений конфликта интересов в целях противодействия коррупции. Конфликт интересов это когда... Дайте пример. Есть организация, например, которая объявляет тендер. Да. И на этот тендер выходит, например, брат сотрудника этой организации. Да. То есть вы понимаете, да? Когда участником закупки является, например, родственник одного из работников организации. И объективно только у него есть этот товар. Только у него. Соответственно, конфликт интересов бывает еще не только в этом случае. Это частный пример. Имеется в виду, что есть такие случаи, когда конфликт интересов невозможно избежать. И наказывать за это не нужно. Вот. То есть речь идет не о взятке. Спасибо вам огромное. Все. Екатерина, все. Стало понятно наконец-то. То есть понимаешь, что мы деревня. Мы страна как деревня. Если в деревню кто-то один завозит, например, мандарины, а другой никто не завозит больше. Ну, в деревне одно сельпо. То вот тебе конфликт интересов. Что я есть командир деревни, а мой брат завозит мандарины. Ну что, вы без мандаринов хотите сидеть, уроды? Правильно, нет? Да. Правильно. Вот у тебя конфликт интересов был. А как легче мне стало. Тебе стало легко. Легче. Конечно. Если страна деревня, страна деревня, то, естественно, ну, возникают такие случаи. А что такого? Всего несколько человек занимаются обеспечением всей страны. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Десять утра в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Эксперты прогнозируют рост зарплат в России как минимум на 4%. Специалисты финансового университета при правительстве при этом считают, что рост может составить и 7% при лучшем сценарии. Они отмечают, что увеличение зарплат продолжится и в 2020 году. Что касается инфляции, как пишет российская газета, по итогам текущего года она составит менее 4%. Эксперты также призывают не ожидать в двухлетней перспективе возобновления интереса населения к дорогим покупкам. Автомобилям и недвижимости. До середины этого года, по прогнозу специалистов финансового университета, рубль останется слабым по отношению к доллару, а во второй половине тенденция может измениться. Правоохранители завтра передадут русскому музею похищенную картину архипа Куинджи. Церемония состоится при участии директора Третьяковской галереи Зимфир Трегуловой и руководителя русского музея Владимира Гусева, передает РИА Новости. Ранее Трегулово сообщило, что полотно Айпетри Крым не вернется на выставку Куинджи в Третьяковке. Картина была похищена из галереи вечером 27 января. Преступник снял ее со стены и вынес на глазах у посетителей и охраны. Накануне подозреваемого задержали. Полотно, страховая стоимость которого составляет около 12 миллионов рублей, не пострадало. Число жертв торнадо в Гаване достигло 40. Как сообщает Кубинское агентство новостей, пострадали 195 человек. Ранее поступала информация о трех погибших и более 170 пострадавших. Торнадо обрушился на Кубинскую столицу накануне. Более всего пострадал район Регла. Спасатели сообщают, что ущерб нанесен примерно 1200 домов, более 220 тысячам жителей Кубинской столицы, которые остались без электричества. Накануне российское посольство в Гаване сообщило, что среди погибших и пострадавших граждан нашей страны нет. Хуан Гуайдо рассказал о беседе с Дональдом Трампом. Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы политик, заявил, что обсудил с лидером США гуманитарный кризис в Боливарианской республике. Цитирую, да, мы говорили с президентом Трампом и с другими лидерами стран региона в мире, сказал Гуайдо в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что сейчас сосредоточен на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации. 26 января Гуайдо заявил, что в Венесуэле сейчас кризис, в республике каждый день умирают дети. Он призвал найти быстрое решение в сложившейся ситуации и в кратчайшие сроки провести досрочные выборы. Госсекретарь Майк Помпио пообещал оказать гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов долларов. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро называет Гуайдо «марионеткой США». В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65 рублей 93 копейки, евро 75.19. О погоде в Москве сейчас минус 4, завтра около нуля и дождь со снегом. Ольга Данилевич, «Говорит Москва». «Говорит Москва» Радио «Говорит Москва» совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь Евдокии Мирневой. Дуся родилась совершенно здоровым ребенком и до полутора лет развивалась без отклонений. По предположению врачей, в этом возрасте она перенесла энцефаломиелит, после чего начала хромать. Девочку направили для обследования в больницу, но состояние ее ухудшилось. Ноги отказали, начались проблемы с руками, сильно нарушилась речь. И если в больницу она пришла своими ногами, то выписалась на руках у отца. Медикаментозные формы лечения не помогали. Массаж, ЛФК, кинезио и мануальная терапия, грязи лечения. Усилия и работа самой Евдокии не прошли бесследно. Руки восстановились практически полностью. В ногах сохранилась спастика, девочка начала ходить на носочках. Самостоятельно могла плавать. Речь соответствовала возрасту. Сейчас Евдокия ходит в обычную школу в девятый класс. Общительная, любит читать и путешествовать. Полностью социально адаптированная. Но у Дуси есть мечта научиться ходить, как все. Вы можете помочь Евдокии Мирневой и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский. В этот вторник после пятнадцати. Витя, можно войти? А вы кто? Хороший вопрос. Хороший вопрос. В этот вторник гость в студии. Искусствовед, член Международной Федерации Художников Аркадий Шварцер. Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после одиннадцати утра. Хороший вопрос. Право знать. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет. Сережа, пастушок, поиграем, поиграем. Ранья дров, Сережа. Серебренная рожа. Десять часов шесть минут. Вторник, двадцать девято января. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. И Сергей Дорянцев. Через эксперта отсмотрели, Куинджи оказался тот же самый, или наоборот подбросили ногу. Нет, может быть. А если это была операция по подброске истинного взамен... Взамен... Директор... Ну, я сейчас пишу книгу. Да. Это не про настоящего директора Третьяковки. Но в моей книге есть директор Четверковки какой-нибудь. Понятно? Значит, он украл картину. Четверкулова. Да. А он украл картину. Слышишь? Четверкулова некрасиво звучит. Ты слышала такую фамилию? Нет. Но... Не говори при меня такие скабрезности. Я тебе очень прошу. Потому что Кула по-испански жопа. Поэтому Четверкулова это четырех жопы. Это плохо. Это очень плохо. А Трекулова что значит? Не Гулова, а Кулова ты сказала. Ну, ладно. А Кулова ты... Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Пугайся. Четвериковка должна была бы быть. Потому что фамилия Четвериков распространена. Ну, это как? Слушай меня. Сейчас внимательно слушай. Значит, вчера было 65,80. Пожалуйста. А сейчас 66,27. Что-то вывезет. Ладно. Я про доллар скажу сейчас. Быстро скажу еще. 75,277 по евро. 60,12. Нефтица подприсела. Ну, чуть-чуть подприсела. И 1,14,36. Обратите внимание на главную пару. Ну, это помаленечку совсем. Но мы видели и 13,80. Вот в пятницу, если я не ошибаюсь. А потом 14,05. 14,10. 14,36. Видите? Ну, я считаю, что это шевеления маленькие. Но тем не менее. Надо присмотреться. Хорошо. Начинаем. Я бы писал книгу. И у меня была бы там четверковка. Галерея. И у нее был бы директор. Директриса. Тетенька. Она бы украла картину перед этим. Из запасников. Ну, я пришла из русского музея. И сначала в подвал там. Тр-пыр. Правильно? Не сразу же на стену. И раз она бы украла. И потом почувствовала, что дело паленое. Что надо как-то зафигово как-то. Надо вернуть. А сама повесила бы копию. А копию ей бы намайстрячил какой-нибудь там говнюшонок. Какой-нибудь из Измайловского парка. Поняла, что я говорю? Да. И она чувствует, что надо вернуть. Потому что круг сужается. Дышит ей. Дышит полицейская собака. Ей дышит в затылок. Ха-ха-ха-ха. Надо вернуть. А парня из Феодосии говорит. Это четвертая стадия рака. Какая тебе разница? Я тебе дам 50 тысяч долларов. Укради. А потом мы найдем. Только ты эту, естественно, сожги. Из Измайловского парка. А настоящую подложи. Я тебе даю. И ты сядешь. Ну, сядь же за 50 тысяч долларов. Ты у него четырехмесячная дочка. А у него же работы нет и все. Почему? Ну, он сядет и посидит. А что ей посидеть? Если люди сидят и заменьше денег. У него свой собственный белый Мерседес. И еще у них Эскалейт в собственности. Да? Да, это машины их. И они хорошо жили все это время. Ну, как ни странно. Вот это вот 50 тысяч долларов. Я не знаю. Да. Ну, не знаю. Я просто думаю. Что, может быть, вернули подлинное полотно. Вернули сейчас. Через скандал. Через скандал. Надо было вернуть. Потому что полицейская овчарка дышала в спину. Ну, наверное, подговорили феодосийцы. Говорят, чувак, сделай дело. Ну, я умоляю. Ну, что тебе стоит? А? И он сделал. Он сделал. Подлинное вернул. Все. А может быть, уже продали какому-нибудь большому чиновнику. Какому-нибудь министру. И уже продали за 8 миллионов. Тогда они располагали миллионом. Например, за 8 продали, допустим. Они располагали миллион. Там обратно выкрасть? Нет. Он сам сказал, скинет бесплатно и все. Потому что он сидеть не хочет и все. Понимаешь? Но как это здесь должна быть история гораздо глубже. Да. Должна быть история какая-то напоенная пороком внутренне. Ну, теперь, Сергей, согласитесь. Когда вы будете когда-то в Петербурге... Если бы я писал сценарий, мать, у меня бы до конца никто не узнал бы, кто был кто. Вот смотрите, представьте, вы все-таки решитесь поехать в Петербург как-нибудь. Я? Да. Да, вы, например, решитесь... Сойду с ума и поеду, да. И вдруг такая идея. Понюхать кошачью мочу в подъездах у них там. Потрогать балки, да, гнилые. И вдруг, вы говорите, что-то дождь как-то идет, надо куда-то спрятаться. А пойдемте в Петербургский музей, вы говорите. Ну, вот я говорю такое, да. Мне говорят, мне всегда спятился, вот пивнушка. Рядом пивнушка и неплохая пицца. Там, кстати, довольно дешево, да. И вы такие идете в русский музей и согласитесь, что все-таки вы спросите у смотрителей, а где тут Куинджи, Айпетри, Крым? Дайте-ка посмотрю. Вот как бы такое событие, но на вашей художественной, душевной, духовной жизни, оно же оставило след. И вам теперь эта картина отдельное место займется. Знаешь, еще для рисованной фразы, я бы на айфон лучше снял, чем этот старик Куинджи. Я бы на айфон эту Айпетри шарахнул бы сто раз лучше, чем этот старик Куинджи. Айфон следует после Петербурга сразу отправиться в Крыл. И шарахнуть на айфон. Да. Может быть, отправить айфон с моим садовником, он бы сфотографировал и привез. А? Ну вот. Еще не хватало ездить. Это уже чересчур. Может быть, и в русский музей тогда садовника. Вот я сейчас думаю. Чтобы не брезно бросить в разговор фразы, знаете, я отправил садовника в русский музей. В русский музей. Он посмотрел за меня. На этого вашего Куинджи. А также в ночной Дмитре. Да. Лунная. Поехали дальше. Слушай, там какой-то скандал в Сирии. Ты знаешь, нет? Сегодня пишет коммерсант довольно подробно. Что? Не работали. Как бы, что они наши не партнеры. Началась война между сирийцами. Такого-то боевые столкновения. Сирийцами, которые наши. Там есть наши. Оказывается, мы приручили каких-то сирийц. Значит, тигры. Я тебя умоляю. Мы приручили тигров. В хорошем смысле. Значит, секундочку. И начались столкновения между запрещенными группировками. Это само по себе. Они все запрещенные в результате. А есть еще хорошая армия. Собственная армия. И там есть группировка спецназа, которая называется «Тигры». И есть четвертая какая-то, так сказать, там четвертый корпус, который на оборону. Нет, пятый корпус, простите. Нет, вот что. Четвертая танковая дивизия. Четвертая танковая дивизия. Это наши. Да. Наши. Но они же и тигры. А пятый корпус под командованием кого бы то ни было. Это иранцы. Иранцы. У них там иранские эти самые террористы запрещенные. И они не дружат. Нет. Что значит? Нашими. В смысле сирийские. Это сирийская армия. И так сирийская армия. И так сирийская армия. Но одно подразделение корешит с нами и в силу этого считает себя Большой Красный Вигвам, где живет Большой Красный Президент. Они служат Большому Красному Вигваму. Кремлю. Кремлю. Да, да. Большой Красный Вигвам. Для них главный. А мы для них шарши, братья? Мы нет. Мы для них полубоги. Мы полубоги. Мы же с небес прилетаем на этих самых. На вертолетах. На сушках всяких. Так далее. Полубоги абсолютно. Это считает, что самолет в Сирии, это как лошадь когда-то для инков. Понимаешь? Мы на лошади. Значит, мы полубоги. Ну вот. Значит, есть наши. Четвертая танковая дивизия. А есть иранцы. Пятый корпус под командованием бригадного генерала. И они там воюют. Якобы. Ну сейчас это трудно определить, потому что Министерство обороны ничего не говорит. А все говорят, что там уже 160 трупов. Сколько наших, сколько не наших, неизвестно. Русских среди них нет. Нет. То есть вы сразу успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Русских нет. Это сирийцы. Но месилово идет между нашими сирийцами и иранскими сирийцами. Понимаете, в чем я? Ну вот это же. А болеть надо за кого? Запоминай. За четвертый танковый корпус. За четвертую танковую дивизию. А вот здравствуйте. В смысле, когда ты начнешь болеть, ну у тебя начнется... Войду в раж, буду делать тапки. За фанатеешь, конечно. За фанатеешь. Ты помни, наши четвертые танковые дивизии. Буду на карте чертить стрелочки такие красные, там а синие. Татуху себе не сделай. Татуху. Четвертая танковая дивизия. На фишке? Нет. На поясницу сзади. Ну да, точно, когда так с ним пляж выходишь. Чтобы пятый танковый корпус, когда подойдешь, чтобы сзади подождешь, вы видели, что... Четвертая танковая. 7-3-3-3-4-8. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, опять будет очередная статья о доходах. Короче, реально, на войну. То есть еще больше денег будет ходить сильно. Это все это содержание, на войну, на почему. Нет, а это же сирийцы, да, а мы-то что, мы не тратим ни копейки. Ну, мы же все-таки вливаем, какое-то делаем, какое-то телодвижение. Вот, чтобы наши были покрепче, имеется в виду? Да, да, да. Ну, не знаю, мне кажется, они вот как бы там друг друга месяц, а мы должны улыбаться, и... Разногласия между нашими сирийцами и чужими сирийцами, иранскими сирийцами, были вызваны, послушайте меня, попытками наших сирийцев, наши пришли сирийцы, хорошие наши сирийцы, наши хорошие. Понятно? Да. Хороший люблю, плохой не люблю. Теперь знаю. Они хотели снять блокпосты пятого не нашего корпуса, иранского. Чтобы изъять сельхозземли, нет, Амарат, мы должны были снять их блокпосты, чтобы вернуть сельхозземли пейзанам, чтобы землю в Эдлибе и крестьянам отдать. Мы должны были отнять у них блокпосты. А иранский корпус, иранский корпус, для того, чтобы обеспечить себя хавкой, их никто не кормит, обратите внимание, должны были захватить сельхозземли и воспользоваться рабским трудом крестьян, абсолютно верно, для того, чтобы изымать товарец, ну там, кстати, там пшено, я не знаю, что, зерно, козье. А четвертый корпус предполагал... Козье молоко, может быть, наши хорошие. Нет, это я поняла, они когда вот хотели пойти выбить, значит, этих пятый корпус, куда они предполагали, что пятый пойдет, мне просто интересно. В жопу. И кто их там будет кормить? В Иран пусть идут, они служат иранцам, я не понимаю, почему. Иранцы пусть возят свое мясо, пусть, пожалуйста, что-то у них есть там в Иране, пусть возят и все. Я тебе серьезно говорю, они взяли пятый корпус, изъял сельхозземли в этой самой Сирии, чтобы эти рабы работали на них и давали им там козье молоко и всякие хорошие ништяки пятому корпусу. А, соответственно, наши говорят, но это не порядок, потому что мы хотим, чтобы, вот, кстати, там крестьяне были не в рабстве, а наоборот. Да. Чтобы ходили с довольными рожами, нас листывали. И мы пошли снимать блокпосты. И мы пришли, а те говорят, вы что, говношники? А они сами по себе решения принимают отдельно, да, независимо друг от друга? Мать, война, дело такое, перечитай Теркина. У них нет единого какого-то... Нет никого. О чем ты говоришь? Почитай Василия Теркина. Тут сноровка, смекалка и так далее. Понимаешь, в чем дело? Вот и все. Так что нет, все нормально. Значит, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов пояснил в беседе с коммерсантом, что численность четвертой дивизии наших превышает во много раз штаты многих аналогичных военных структур. То есть у нас гигантская... Немножко гордость сейчас. Нет, наоборот, подождите. Можно отрезать мой поганый язык, дорогая? Можно отрезать мой поганый язык? Можно отрезать мой поганый язык? Нет, нельзя. Продолжайте. Выясняется в конце статьи, что четвертая дивизия это иранская. А наши? Наших там и нет. А наш пятый корпус. Наоборот. Но это не миг значения. Значит, наоборот. Все, что вы запоминали до этого, запомните наоборот. Четвертая дивизия это отталкивающие люди. Отталкивающие. Антипатичные. Их сразу видно. Вот если бы нам фотографии их прислали, мы бы сразу поняли, что они негодяются. Четвертая дивизия. Их тонкие губы такие, зализанные причесочки, выщуренные глаза. Тонкие брови такие. И видно, что они тайно подклоняются к Гитлеру. Подонки. Нет, это четвертый танковый корпус. А наши, наши, наши. Дивизия, простите. А наши пятый корпус наоборот теперь. Все. Или опечатка. Но если опечатка, мы запомним наоборот. Договорились? Мы можем и туда, и обратно. Договорились? Да. Они там воюют, короче. Кровь проливают. Не, кто-то хочет же высказаться, а мы не даем. Алло, здрасте, дослушаю вас. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Вы все как-то, все обычно неправильно. Давайте, я вас очень прошу расставить шахматные фигуры вновь. Да, прошу вас. Предельно все просто. Давайте. Ну, заняли территорию. Понятно, что еще года два будет все это Воланда-Псегошка. Два? Двадцать два? Ну, не, ну, два-три в том месте. Пока уберут режим военного положения, пока, ну, понимаете. Я умаю. Ну, зачем их два? Ну, какие два? Ну, конечно же, 22, но еще раз. Ну, маленькая Оловицкая, послушайте. Маленькая Оловицкая семейка с маленькой Оловицкой поддержкой должна постоянно, значит, третировать, третировать гигантское население. Ну, они не смогут это стабильно делать. Ну, зачем? Какие два года? Дайте объяснить суть событий четвертой дивизии. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы за пятый корпус или за что? Это не имеет значения. А, вот я так и думаю. Это не важно. Вот это не важно. Так вот, люди на территории, условно, командир дивизии или начальник корпуса, кто как хочет, это тоже не важно. Командир корпуса, да. Командир корпуса. Ставят, а может, начальник штаба, командир уехал на ВИЗ. Мы не знаем. Не знаем, нет. Ставят блокпосты, причем ставят просто так, чтобы ни одна техника на поля не приехала. Ну, потому что война, нельзя, запрещено, харам. Да. Вот. Вот. И стоит, так что, ребят, приказ, все. И более того, что он еще сказал, денег не брать, никого не пускать. Все. Кристиане понимают. То есть, брать овцами. Овцами. Нет. Денег не брать? То есть, я не понимаю, что доступа к полям нет. Условно, два колхоза остались без земли. Да. Ну, и дальше, и так, месяц, два, три. Нет, так долго нельзя. Да, это есть ресурс, надо что-то делать. Приходят крестьяне, говорят, ребята, вот дайте нас это, пустите, ну, мы же мирные, Паш, дай вам разницу. А ему говорят, нельзя, запрещено. Секретно все, охраны могут взорвать. Вы так долго рассказываете, арабы уже 10 раз продадут родину за это время. Как вы рассказываете, да, прошу вас. Ну, и все кончается тем, что пускают крестьян за 20% от урожая, они дают вузу, а вузу берут земли. И все? И все. И все продолжается. Все это намного быстрее. Все это намного быстрее. Вот временные, позвольте поспорить. Значит, все это будет сделано за три минуты, а не за два месяца, и все это будет продолжаться не два года, а 22 года как минимум. Вот уже все, все. Вот это единственное, что я точно знаю. Слушай, значит, я точно знаю, что там крошечное оловитское побережье, оловиты с побережья, держат этих, вот, так сказать, внутренних этих арабов всех в состоянии на цыпочках. И те поэтому устроили войну гражданскую. 8 лет в апреле будет, ну, ребят, в апреле будет 8 лет войне в Сирии. И вы думаете, что она еще 28 не продлится? Конечно, она продлится еще 28. Как обычно заканчиваются такие войны? То не надо наивника гнать. Понимаете? Я помню, что в 79-м году русские вошли в Афганистан. Примерно в 79-м. Правда же? Ну, что-нибудь в этом роде. Правильно? Значит, смотри. Эта хрень продолжается до сегодняшнего дня. Шаха изгнали в Иране. Там, так сказать, тоже вот всякий, всякий кавардак продолжается. Это все будет десятилетиями. Десятилетиями. Несколько десятилетий. А потом что будет? В конце? Да. Мне просто сразу хочется узнать, как обычно заканчиваются такие ситуации. Я знаю, как закончится. Израиль применит ядерное оружие. И все закончится. И все. Потом несколько десятилетий будет деактивация полураспада. Там будет полураспад, деактивация. Ну, всякие такие процедуры. Люди в скафандрах будут ходить специально деактивировать. И все. На этом, наверное, закончится. Но это уйдет несколько десятилетий. Вот поверь мне. Я оптимист, потому что... Слушай, я хотел сказать, что про эти самые... Эй, 10.23. Ты видишь, что программа сгорает на глазах, как тоненькая свечечка. Поэтому надо успеть много тем. Да. Да? Да. Все, ну, тем не менее, все звонят. Мне так стыдно. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, я, Юрий М. Петрович, доброе утро. Здрасте. Максим, Москва. Да? Я хотел только немножко поправить относительно Ирана. Ну, там неоднократно в самом Иране бардака нет. Нет. И сплотиться с вами, что все закончится очень быстро, как только Израиль увидит ту позицию, которая ему близка. Вот, 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 вот. И которая близка нам, потому что нефть уйдет на 120. Правильно? А, ну, нефть, зерно, золото, это уже не важно, потому что деньги, это доллар. Золото уйдет на 2400, значит, золото уйдет на 2400, а нефть уйдет на 120. Все, все в руках Израиля. Но почему они медлят, я не знаю. Не время еще, еще не время. Еще не время. Вот понимаешь, в чем дело? Все ждут, пока Мадура, говорит, загнется, тогда мы применим, да? Да, он уже, по-моему, еще ждет. Загнулся, загнулся, Мадура загнулся. Скажи, ты сказала про этот самолет, который полетел? Нет, не успела ни разу сказать. Мать, про Мадуру надо сказать важную вещь, товарищи. Вчера без пассажиров, вообще без людей, но с людьми, но с экипажами, с двумя экипажами, в Венесуэла пошел 777-й Боинг, товарищи, это большой лайнер, способный вместить до 500 человек, я бы столько не поместил бы. Я бы столько не поместил бы. Ну, 500, ну, а я говорю, 500, я не знаю, может быть. И он пошел пустой, значит, что? Пустой, пошел пустой, с двумя экипажами, что говорит о том, что этот экипаж мог бы отоспаться, понимаешь, нет, в чем дело? Если они вчера пошли... Может, они солдат туда отправили? Нет, нет, пустой, пожалуйста. Откуда мы знаем? Не знаем, не знаем, кто-то сказал. Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вчера отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее никогда не летавший по этому маршруту, как утверждают люди, которые, так сказать, они же по бортовым номерам всю статистику имеют. А, значит, по флайт-радару и так далее. Он пошел пустой туда. Знают, наверное, не знаю, почему пустой. Может, взвесили. Просто одно дело, когда там регистрацию пассажиры не проходили. Ну, так если это наши военные, так что же им проходить регистрацию, если их на автобусе не везут? Ну, они бежали бы гуськом, и мы бы их увидели. Никто и не видел ничего. Пустой самолет пошел. Ну, слушай. Значит, пустой самолет с двумя экипажами. О чем это говорит? Потому что если бы один экипаж, они бы пришли сегодня, они бы пришли бы вчера по-настоящему. То, что из-за разницы во времени. Понимаешь, да? Вчера вылетели, вчера пришли. Ну, там плюс, там, не знаю, сколько часов. Сколько до Венесуэлы ты думаешь лететь? Ну, часов 10, наверное, мне кажется. Нет? Больше, наверное. Больше. Больше. До Нью-Йорка. 13 до Майами. От Майами еще часа 4-4. Я от Нью-Йорка до Каракаса летал обычно часов 5. Прилично. Значит, 15 часов. Но он же пойдет по другой траектории. Он может заправиться на островах Зеленого мыса. где-нибудь. Кабу Верде. Или Десол. Где-нибудь заправиться и пойти дальше. А нельзя. Он может и добить до Каракаса. Чего ему 15 часов нормально? А? В Доминикану же они летают. Здесь он пустой, тем более. Чего ему, правильно? Значит, слушай, если он по полной заправке, он пустой, никакого груза, ничего, он легкий. Зачем он туда летит? Зачем он туда летит, мы не знаем. Мы не знаем. Может быть, вывозить чего? Мадуро. Может быть, что хорошее там есть. Зачем нам Мадуро? Может быть, какие-нибудь деньги, бриллианты. Не знаю. Значит, я знаю, что он хочет... Нет, внимание. Потому что пошло два экипажа, это означает, что эти не успеют отоспаться. Если, например, они прилетели в понедельник, того сего, и в среду, например, шуровать назад, то экипаж мог бы отоспаться. И не надо было бы посылать второй экипаж. Но они послали второй экипаж. Значит, они не собираются отсыпаться. Значит, он уже сейчас в воздухе у-у-у-у, идет назад. Он уже идет назад. Вторым экипажем. А первый пошел спать в бизнес-класс. И все. Понимаешь? Угу. Значит, он что-то везет. А что? Вот это интересно. Вот согласитесь, что это интересно. Согласитесь, что Венесуэла заменяет нам Украину до известной степени. Все известно, все интересное происходило долгие годы на Украине. А теперь все интересное происходит в Венесуэле. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да. Вот дальние перелеты, которые у нас 15 часов, да, на гражданских судах, в любом случае, два экипажа летит. А, они посередки садятся, вы имеете в виду? Они меняются, конечно. Потому что сама смена пилотов, она также не может быть больше шести часов, насколько я помню. Ну, а там получится семь с половиной, да, 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 да. Да, то есть непрерывно они не больше шести часов точно могут управлять самолетом. Это правда. Слушайте, знаете, что? Сейчас над Северной Атлантикой, вот там, где флоки, в Исландии, там так колбасит, вообще атмосфера. В феврале, вот я бы не стал летать на их месте, подождал до марта. Ну, там просто турбулентность нехорошая сейчас. Ну, и может, тоже не нравится, но полетели. Пришлось. Хотя, знаете, на чем надо летать? Вот мне кажется, если уже, надо купить какой-то А-381 на всю страну, и чтобы он уже эвакуировал всех Мадур и так далее. А-380, это точно идет, ему пофиг на турбулентность, на все. Вы летали на А-380? Надо сэкономить, надо сэкономить и взять у Арабских Эмиратов каких-нибудь... Вы летали на А-380? Это песня. Нет, еще не пришлось. Это песня. Слушай, это гигантский какой-то, как это самое, как здание Государственной Думы летит такое, и это самое, понимаешь? Никакой турбулент, ничего, ни над Ираном, ни над Индийским океаном, ничего на него не действует. Только дубасят воздух, и все, огромный. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8 В Москве половина одиннадцатого в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В Минкультуре оценили подлинность похищенной и затем найденной картины Архипа Куинджи. Как заявил РИА Новости глава Департамента музеев ведомства Владислав Кононов, она не вызывает сомнений. Ранее некоторые СМИ сообщили, что полотно IP3 Крым, которое накануне нашли в Подмосковье, может оказаться подделкой. Цитирую, у экспертов сомнений в том, что картины подлинной нет, насколько я знаю, они уже ее видели, сказал Кононов. Картина Архипа Куинджи была похищена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник снял ее со стены и вынес на глазах у посетителей охраны. Накануне подозреваемого задержали, полотно, страховая стоимость которого составляет около 12 миллионов рублей, не пострадало. СМИ сообщили об указании скорой помощи в Москве снизить процент госпитализации. Как рассказали радиосвобода сотрудники столичных подстанций, такие распоряжения были получены еще в декабре. Отмечается, что в этих инструкциях фельдшерам рекомендовано предлагать больному госпитализацию при наличии всех показаний, но не настаивать на ней. Департамент здравоохранения Москвы уже выступил с опровержением этих данных. Цитирую, «Все нуждающиеся пациенты при их согласии доставляются в лечебные учреждения. Отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются», заявили в департаменте. В школе в Иркутской области распылили баллончик с газом. Как сообщили РИА Новости в Минздраве региона, госпитализированы 14 учеников. Инцидент произошел в городе Тулуне. Цитирую, «Все госпитализированные находятся в педиатрическом отделении городской больницы в состоянии легкой и средней тяжести», рассказали ведомстве. Подробности случившегося выясняются. Россия опустилась на три строчки в рейтинге восприятия коррупции. По итогам прошлого года наша страна заняла 138 место. Эту строчку с Россией делят Гвинея, Иран, Ливан, Мексико и Попо-Новая Гвинея. Индекс восприятия коррупции в нашей стране составляет 28 баллов из 100. По сравнению с прошлым годом он снизился на 1 балл. Как сообщает Transparency International, проблемы с коррупцией в России связаны с тем, что, цитирую, «Действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией». Конец цитаты. Всего в рейтинге 180 стран первое место занимает Дания. Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, которые проводят независимые организации в разных государствах. Transparency International публикует рейтинг с 1995 года. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65,93 рубля, евро 75,19 рубля. И о погоде. В Москве сейчас минус 4. В течение дня синоптики обещают небольшой снег. Завтра около нуля и дождь со снегом. Ольга Данилевич, «Говорит Москва». Говорит Москва. Реклама. Надоело снимать квартиру в Москве? Пора покупать! Жить в собственной двухкомнатной квартире стало возможным. Всего от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Метро в пешей доступности. Скоростное Калужское шоссе. Наш телефон 255-70-20. 4-9-5-255-70-20. Не упустите возможность! Застройщик ООО «Московский ипотечный центр МИЦ». Проектная декларация по адресу. Город Москва. Космодемянская набережная. Дом 52. Строение 1Б. Тратите кучу времени на восстановление зубов? Устанавливаем зубной ряд за один день. По революционной технологии. Ставим импланты, когда уже совсем нет кости. Только в январе цены от 290 тысяч рублей с пожизненной гарантией. Позаботьтесь о вашем здоровье. Звоните прямо сейчас и узнаете подробности. 182-20-40. Код 495. 182-20-40. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Акция действует до 31 января 2019 года. Скажи, какова... Скорость света! 300 тысяч километров в секунду. Так лучи попадают сквозь большие окна в квартиры от А101. А101. Живые квартиры с большими окнами на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. 127-8797. Застройщик ООО «А101». Проектные декларации на сайте А101.ру. Не хватает зубов? Поставьте имплант. Зубной имплант под ключ с зубной коронкой и индивидуальным абатментом за 41 тысячу рублей. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Финальное предложение по цене 41 тысяча рублей. Звоните прямо сейчас. 152-30-60. Код 495. 152-30-60. 152-30-60. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Право знать. Говорит Москва. 10 часов 35 минут. Вторник. 29 января. Это радио говорит Москва. Право знать. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. И Сергей Даренко. Доброе утро. Слушай, я хотел сказать, что умер мальчик вот этот, которого... Я подумал сразу 98 процентов. Было очевидно, что он умрет. Потому что я слышала, что там, ну, то есть всегда там больше 50 процентов уже под вопросом... Да и 40 даже у людей умирают. От интоксикации это происходит, потому что невозможно остановить процесс. Подростка облили керосином в Москве. Подростка облили керосином, подожгли. Врачи диагностировали у него ожоги 98 процентов тела. 15-летний ученик 9 класса, одной из московских школ, скончался в больнице. На Берзарина. На улице Берзарина. Ты знаешь, где это Берзарина? Это же там, где мы работали. Это же на Октябрьское поле, конечно, конечно. И было это, как это было, на самом деле, никаких подробностей нет, да? Почему? То есть мальчика, который облил, хотя их было двое с этим пострадавшим и теперь уже погибшим, пока одного задержали, насколько я понимаю, уже, наверное, там изолировали. Арестован подросток, несовершеннолетний юноша, задержан 15-летний пострадавший, скончался от ожога, 16-летнего подростка находился совместно. Причастность к поджогу. То есть с ним были люди, которые причастны к поджогу. Потому что сначала было, что он шел с двумя, и какие-то неизвестные, но, тем не менее, значит, понятно, что его сожгли те... Я так понимаю, что его сожгли те, кто был с ним. Ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения, кроме того, что у него 98% кожи. Это Москва. Берзарина. Москва. Россия, 21 век. Нет, я ничего не говорю. Я говорю, ну, преступность везде есть, мы понимаем, она и в Конго есть, и так далее. И в более благополучных, чем мы в местах. Правда же? Поэтому ничего не скажешь. Ребенок погиб в канализации. Это где? Это где-то не в Москве. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Ребенок в Новгородской области. Ребенок погиб в канализационной яме. Восьмилетний мальчик не вернулся домой. Тело нашли в открытой канализационной яме, наполненной водой. Великий Новгород. Великий. Значит, обнаружение в понедельник. Следовательно. Обнаружено тело восьмилетнего мальчика в канализационной яме. Ребенок погиб. И все. А это первое. А в Иркутске, наоборот, не погиб ребенок. Ты заметила? Да. В Иркутске восьмилетняя школьница тоже упала в канализационный люк на открытый с трехметровой высоты. И ее поймали, туда прыгнули узбеки и ее вытащили. Ха. Видишь как? Да. Значит, оттуда доносились детские крики. Мужчины бросились, заглянув в открытый люк, они увидели силуэт. Значит, дети вокруг подружки плакали, которые не попали в люк, только одна девочка попала. Значит, они побежали узбеки за фонариком, потом, значит, двое парней в спецовке, что происходит, не понял, говорит Евгений. А, это Нашинский, который ехал, удивился. Значит, в итоге один из парней держал нас за ноги. А, нет, этот Евгений тоже подключился, то есть два узбека и русский. Они перевалились вниз, а один сел им на ноги, как бы и схватил за ноги, чтобы они сами не рухнули в люк. Мы схватили за руки, подтянули Ксюшу на поверхность. Напуганную привезли к маме. Ссадины и ушибы. Она летела три метра в колодец. Ну, а что сказать? А что надо сказать? Надо что-то сказать. Давай ничего не говорить. Давай. Нет, почему же? Мне кажется, что надо просто обратить еще раз внимание на то, что у нас коммунальные службы плохо работают. Потому что если бы не было открытых этих проемов, туда бы никто не падал. Я просто, ну, это механика, это просто очень. Да, ну, это просто. Во-вторых, что надо что-то сделать, чтобы этого не было. Никто ничего не сделает. Нет, так нельзя. Биловьми, дорогая, никто ничего не сделает. Мы не в такой плохой ситуации. Давайте я вам надежду подарю. Мы, как выясняется, ездим по всяким всемирным выставкам. И в Таиланде хуже. В городской среды с представлением наших электронных всех этих приложений и систем, которые там отслеживают передвижение и так далее. И в Москве, естественно, Москва впереди планеты всей, в том числе в России, да, к сожалению, тоже. Но этот опыт можно экстраполировать. Вот вы идете, видите открытый люк. У вас есть приложение, где вы фотографируете? Вы же на кончиках пальцев. У вас две минуты займет отправить эту жалобу. Я тебе объясню. Сейчас я скажу тебе странную вещь. Странную вещь. Ты удивишься. Я снес все эти приложения из паранойи. Параноидальных убеждений. Ну, это, конечно, проблема. А я нет. Почему? Почему? Потому что в них есть геолокация. И я думаю, что это один из способов за мной следить. Но она работает на вас, если, например, вдруг некому за вами следить. Она работает на нас, а потом она работает против нас. В силу недоверия, моего недоверия, я снес. Я могу перечислить. Я могу, чтобы товарищ майор за мной следил, в том числе через это приложение. Мне это не нужно. Я снес Яндекс. Я снес Яндекс-навигацию. Я не допускаю ничего, связанного с Яндексом в поиске. Я снес вот этого активного гражданина. Я лично этим за... Почему? А я оставил только парковки, которые, тем не менее, обусловил, что только в момент действия они локализуют меня. Кстати говоря, можно локализацию отменить и просто вводить номер в парковки самому. Значит, я оставил только парковки. И тот... Я снес московский транспорт, еще что-то. Я снес. Ровно по тем убеждениям, что товарищ майор, товарищ майор, меня не пожалеет. Он исковеркает мне жизнь. Как? Цинично. Цинично. Как? На вопрос, как, я тебе отвечу. Цинично. Он исковеркает мне жизнь. Цинично. Если задача перед ним такая будет стоять, то он это сделает в любом случае. И без всяких приложений тоже, наверное. Мне будет чуть труднее. Может быть. Но... Не спираюсь облегчать жизнь негодяем. Благодаря вот моим личным, моим личным усилиям, например, там появился свет на детской площадке в вечернее время, там в одном из дворов, где его не было. Потом там, не знаю, убираются куча снега с кустов, которые на преддомовых территориях или просто начинают чиститься там и красятся там скамейки и так далее. Просто вот потому что я отправила, и это занимает у меня, вот я гуляю с детьми, да, все равно я сижу там в телефоне. У меня занимает это, ну, может быть, три минуты. Сформулировать проблему, сфотографировать, приложить и все. И у меня присваивается номер, и мне отвечают, и они все тетчики мне эти отзваниваются. Жалкими голосами говорят, придите, подпишите акт приемки. Вот вы писали жалобу. Дорогая, я хочу сказать, что ты умница, ты молодец. И детей будет падать больше. Европейка, ты европейка. Меньше будет падать детей в яму. Больше детей будет падать. Сама сказала. Детей будет больше, а падать они будут меньше. Вы европейка, а мы дикие люди, привычные. Европей, этого нет. Мы дикие люди, привыкшие к засаде. Я живу в засаде. И я не хочу, дорогая моя. Нет, ну как, что значит мне? В Европе этого нет, этих систем. Понимаете, вы даже не осознаете, насколько мы на самом деле продвинуты. И если мы подарим эту возможность всем... Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю вас, и, к сожалению, вы должны констатировать, уважаемые ведущие, что вот эта позиция, когда айфон нам поможет во всем, она для России просто губительна. Почему? Ну вот она добивается, Настя добивается. Покрасили скамейки, поставили свет на детской... Закрыли люк, да, да. Закрыли люк, поставили свет на детской площадке, Настя. Да. В перипетре садового максимум трешки, максимум как. А почему в Европе этого нет? И ни одному нормальному европейцу не придет в голову фотографировать открытые люки? Потому что там службы работают изначально так, как они должны работать. Ну, а она сотрудничает с властями муниципальными, и это, наверное, хорошо. Я абсолютно, мне кажется, что это здоровски. Это хорошо, но это должно быть, на самом деле, мне кажется, устраняться таким образом, ну, 10 процентов. Да. А 90 процентов службы должны делать сами. А когда мы говорим, что смартфон – это решение всех наших проблем, таким образом, сколько процентов россиян вы просто исключаете? Почему? Ну, у них нет смартфона. Смартфон стоит. Да ладно, все нет. Ну, 2-3 тысячи рублей даже, какой-нибудь китайский. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Я считаю, Москва – это кормушка, и все трясутся за свою горячую. Не-не-не, хорошо, Настя, Настя против меня, вот здесь, ваша позиция. Настя все фотографирует, все отправляет с жалобами. Ты в активном гражданине? Она правильно делает, но когда она перешикнет за черту, например, увидит, как там Медведев, допустим, у кого-то взят, ну, условно взял, ее сразу заткнут, и как с Настей волками будет. Это будет до поры до времени. Ну, серьезно. Я понимаю, я понимаю. Слушайте, хорошо, это какие-то фантазии. Значит, я хочу сказать следующее. Настя – активный гражданин. Ты через активный гражданин все это шарашишь? Мой город. Мой город. Настя через мой город делает город лучше. Мне кажется, что это абсолютно похвальная вещь. Ну, плюс Мосру. Если у вас нет приложения, вы можете через браузер загружать. Я должен сказать со всей ответственностью, что я поддерживаю Настю, что я считаю, что Насте, на нее надо равняться, что надо быть таким, как Настя, но я не буду. Нет. Но слушатель сказал, знаете, что он имел в виду, что если в Новгороде кто-то отправит в селе там куда-то фотографию, то просто там никто даже дергаться не будет. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Москва Алексея. Да, здравствуйте. Вот перед Новым годом как раз были морозки, да, у нас такие? Да. И тоже двери не было в три дня, не висел на балконе. Отправил, контролировал, ноль эмоций, понимаете? Ноль эмоций. Но это может быть из-за Нового года, может быть. Также с люком ехал утром, тут летом оставился, позвонил в ГИБДД, говорю, может, кто-то девушка будет ехать, невнимательно попадет. Поставил баклажку, привязал пакет прямо перед открытым люком. Да. Через четыре часа, знаете, что там, стоит дрын, и мой пакетик висит. Все, и так, и все, и все, и все. Но согласитесь, что это ход. Уже дрын, уже дрын. Девушка не поедет. Да, я говорю, позвоните в Московский канал, а МВД говорят, что я имею в виду, позвонил в 02, говорит, не наше, это работа. Слушайте, а вот интересно. Хорошо, а давайте так. С каким колесом мы над люком успеем пройти, если мы идем километров 70 в час? Ну, если это колесо 21 дюйм где-нибудь, наверное, мне кажется, успеешь пролететь, а? Можно проехать, я вам скажу, только нужно сначала уходить на яму, на скорости, а потом рулем дергать противоположную, машина дает крен, и вы проезжаете. Но эта скорость должна быть не меньше полтинника 60, это есть в интернете, обучают этому. Ну, скажите, еще раз, еще раз, то есть я иду на дырку, на открытый люк, да? Да, наваливаетесь, а потом рулем в противоположную сторону. На противоположную сторону присядет, как бы, присядет. То есть если под правым колесом я влево дерг ее, а она присела... Ну, это нужно уметь, понимаете, уметь. А если подвеска успеет отработать и плюнуть туда колесо? Ну, значит, здравствуйте, рычаг новый. До свидания, да, все правильно, здравствуйте, до свидания. Все правильно, он говорит, все правильно, действительно. Над ямой можно пройти, но если 150, мне кажется, на колесах 21 дюйм можно пройти. Алло, здрасте. Здрасте, а у меня вопрос к Анастасии. Анастасия, а если вы мне отправили, ну, фотографию, описание, то есть эта проблема бы не решилась без вас, я так понял? Я этого сказать точно не могу. Чем больше, я думаю, сообщений по одной проблеме, которые зарегистрированы, тем больше мотивации у служб... То есть мы как бы их затюкиваем, мы их затюкиваем, и они начинают работать. А сами по себе, они же не патрулируют местность, наверное, я не знаю, как они работают. Ну, а как так, они не патрулируют местность, если, допустим, район... Но нам предложено решение... Слушайте, ну вот, можно я скажу, можно я скажу, в России как бы невероятная нехватка людей. То есть мы видим, что людей вообще нет. Ну, да. Ну, понимаешь, в чем дело? Нет. Вот я говорю... И машин, нет. Я прилетел в Гонконг. Вы вылетали в Гонконг, а? Нет, к сожалению. Слушайте, я прилетел в Гонконг, и там очередь почти бежит на... Ну, к погранцам. Мы почти бежим. Почти, но мы идем быстрым шагом. И там человек 500, и все почти бегут. И при этом бегут все время китайцы, и туда, туда, туда перекрывают коридоры. Как-то сложнейшая система ирригации, понимаете? И видно, что они умеют управлять массами. И стоишь... То есть прилетает куча самолетов, 500 человек в зоне, и мы все время бежим, бежим, бежим и прибегаем, и нас быстро пошел, 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 пошел. Ну, правда. Вот послушай меня, это... Сейчас я расскажу тебе интересную вещь. Мы прибегаем. Мы же с детьми. Ну, у нас там 7 и 8, да, дети сейчас. Потому что, ну, я имею в виду сейчас, потому что вот маленькая исполнилась 7, да. И мы приезжаем в Гонконг. Ну, у меня заполнена эта фигулечка, а, сказать, какую-то одну я забыл или потерял, или, сказать, я набегу, пытаюсь заполнить. Я умею. Я, ну, много путешествовал. Вот. И прямо бежишь. Почти бежишь. Быстрым-быстрым шагом идешь. Идешь, идешь, идешь упорно. Там нету этих батлнексов, где ты стоишь, мнешься. Неа, неа. Ты идешь. Занимаешь несколько очередей. И вдруг тебе говорят, начиная с тебя, там, я говорю, we are family. From your family. Бум. Перекрывают новый коридор какой-то, другой. Мы бежим в этот коридор. Значит, бежим, 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 бежим. Все время бежим. То есть у нас нет ни секунды заминки. И там работает, знаешь, сколько, чтобы вот не было очереди, чтобы не было очереди. Вот с этими коридорами, загородками. Работает китайцев, да, человек, наверное, больше десяти. Больше десяти. И они между собой что-то кричат друг к другу. Этот на этот рейс, там, ну, условно, чувак показал ему посадочный, да. Китайцы, я не понимаю китайского, но я понимаю, что он показал посадочный. Этот на этот рейс. Все. Этот на этот рейс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Его потащили, 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 потащили. Я смотрю, он уже проходит, где дипломаты или где экипажи. И что-то такое. Этот на этот рейс. Это сюда, это сюда. Человек пятнадцать китайцев носятся, как сумасшедшие, в поту, делая так, чтобы очередей не было вообще. Никаких очередей. Или очередь двигалась почти бегом. Почти бегом, почти бегом. Понимаешь? Ну, просто удивительно. Приезжаешь в Россию. Один чувак сидит. Ну, что, я выходил и входил снова. Слышишь, почему? Если я рассказываю. Как бы я прилетел в Россию, но заходил как на вылет. Потому что мне надо было забрать у садовника зимнюю одежду. Я забрал зимнюю одежду. И я возвращался назад. Как будто я вылетаю. Сидит один чувак. Он же проверяет чемоданы на вход. Он же проверяет их. Вскройте, пожалуйста. То есть он уходит. И он же собирает пластмассовые лотки. Он же. Он один. Никого больше на входе нет. Вообще никого. Собирается толпа. Человек 50. Он в задумчивости. Почему в задумчивости? Он хочет прожить 80 лет. Правильно? Он хочет прожить подольше. Он хочет прожить подольше. Что он будет бегать? Он не китаец же, правильно? Он же не китаец. Он картофельно-пивной человек. Понимаешь? Он нажался картошки. И он выпил пиво там где-то, так сказать, там и прочее. И он, вот картофельно-пивной господин, он идет собирает лотки. Медленно-медленно. Ему же наклоняться еще надо. Потому что никаких подставок нет, ничего нет. Поэтому люди кидают их на пол. Понимаешь? Угу. Вот. А он собирается, понимаешь? Потом приносит. Медленно-медленно. Там уже 50 человек. Никто не может войти в аэропорт. Никто не может войти в аэропорт. А та скотина ходит за лотками. Потом эта скотина говорит, откройте этот чемодан. Ты открываешь чемодан, все эти 50 человек там бурлят. Какие-то дети плачут. Кто-то на руках. Тележки нельзя. А то нельзя. Дурдом полный. Понимаешь? Китайцы поставили бы, я не знаю, 15 человек. Не было бы никакой очереди. Но я не знаю, почему у русских не хватает людей. Я не знаю. Теперь внимание. В Америке то же самое. Какая-то черная женщина. You're here. You're there. You're there. What's your... Show me your document. ID. Your ID. Ты просто летишь. В Америке ты летишь. Какие-то черные женщины. Какие-то опять китайские мужчины. И все это ты летишь, как этот самый. Так, вам сюда. Вам сюда. If you choose this, you choose this. А в Америке отличие в том, от Китая. Знаешь, какое отличие? Какое? Гигантское. На самом деле, в Америке ты непрерывно должен принимать решения. А в Китае вообще не... Ты как ребенок. То есть в Китае ты чистый ребенок. Ты никаких решений не принимаешь. Тебя... Ты влекомый. Влекомый правильным каким-то течением. Тебя несет. А в Америке тебя постоянно спрашивают. Ты оглядываешься. You choose this, what this. Ты должен все время выбрать. Нажмите один или нажмите два. Вы идете через этот или через этот. Ваш документ позволяет вам идти сюда, идите сюда. То есть в Америке тебя ставят постоянно к стенке тем, что ты должен принять решение. Как будто ты взрослый. В Америке ты должен быть взрослым. И ты постоянно принимаешь решение. А в Китае ты должен быть ребенком. Ребенком отдаться на волю судеб и все. И тебя понесло. В России ты опять должен быть взрослым. Но только не потому, что ты должен принять решение. А потому, что с тобой как со скотиной. А ты скотиной быть не хочешь. Понимаешь? В России. И ты не хочешь. И ты должен придумать решение, как эту скотобазу обмануть и как ей навредить. Может быть, взять, надкусить, что-то сделать, испортить. Потому что эта скотобаза к тебе неуважительна. И ты ее ненавидишь за это. Ты стоишь, упираясь в дверь, которая постоянно открывается, пускает холод, ты стоишь с детьми, как скот. И много-много сбулков. Ты стоишь как скот. Понятно, да. Ты стоишь как скот. И ты понимаешь, что тебя презирают. Именно презирают. и ты точно понимаешь что ты должен ответить презрением ты должен ответить презрением и что-то испортить им сломали же сделать что-то такое неприятное чтобы они понимаешь чем дело взять как-то может быть сказать им сказать что-нибудь как вы посмели ну как бы наговняться потому что тебя презирают вот это вот отличие этих трех стран по прилету я говорю сейчас про прилету вылету три страны пожалуйста а значит эти филиппины могу сравнить филиппины там там все просто если ты не филиппинский если ты не филиппинский мусульманин то с тобой в общем все просто тебя просто давай давай пошел 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 ты там пытаешься что-то показывать это давай-давай-давай то есть тебя быстро пропускают везде и все слушай я хотел сказать про этого прекрасного руслана горинга на министр природных ресурсов и экологии дмитрий кобылкин уволил первого заместителя гендиректора розги а ты знаешь что ты что-то я прочитал статью значит где-то поведение которое попало на видео можно 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 расскажу у нас есть две минуты значит есть руслан горинг я я репостнул у себя в канале растрига на в телеге на я репостнул эту эту фигню сейчас это сейчас найду кого я взял и же забыл просто на выхах было из медиакиллера я из медиакиллера репостнул к себе в растригу на второе лицо компания росгеология исследования недр руслан горинг все это время ввел стримы на твиче где угрожал расправой тем кто называл его идиотом рассказывал как принуждал к сексу сотрудниц компании он гордых заявлял что у него все сотрудницы секс секс-рабыни не играется кстати да ну сужим значит то что у него все сотрудницы послушные рассказывал деле детали встреч леонидом михельсоном гордился леонидом михельсоном пьян был в это время или что жуируя своей безнаказанностью один раз уволил человека секс-рабыню за то что она купила авиабилет бизнес-класса вместо первого класса и так далее так далее значит его сейчас только что уволили министр природы значит и еще у него поразительная история он был он был перед перед этим он изменил фамилию где это было только что сейчас вот это я вижу а это у низыгоря в телеграме у низыгоря ребят кто не читает телеграм тот отстойный лошара просто дезактуализированный лошара в хорошем смысле этого слова с огромным уважением к вам отношусь с огромным уважением но вы дезактуализированы ну слушайте низыгорь он говорит что заместитель главы росгеологии руслан горинг на был раньше гонежевым руслан гонежев он горингом стал геринг горинг не отборит мне кажется что он горинг а почему нет хотелось ирландское происхождение он был гонежев он был руслан магомедович гонежев руслан магомедович гонежев а потом он лава работал там в ломбарде еще где-то потом скрывался от мвд по россии скрывался по 290 статьи его преследовали значит и потом он снял себя все-таки пользуясь какой-то это правильным способом он снялся с розыска всего больше не разыскивали с двенадцатого года сумел снять себя с розыска после этого избил избавился от уголовного дела после этого сменил личность был руслан магомедович гонежев а стал руслан горинг горинг значит трудоустроился в росгеологию в которой управляет сфера финансов я помню из 90-х была такая персонажа и рэн феррари которая у меня тоже была какая-то типа насти комарова там а потом она решила изменить свою жизнь поменяла имя и стала и рэн феррари прекрасно а это берешь и горит я тоже мне так нравится и там уже став горингом внимание став горингом он стал гореть гордиться на твиче что у него сотрудница секс-рабыня то есть он подходит и берет любую и все они все даются счастливы и все условия условия работы все условия работы вот пожалуйста и сейчас его наконец уволили и что его назад разжал и разжалуют его в гонежево он снова станет русланом магомедовича берут новый паспорт может быть его раз разжалуют до гонежи нет надо еще более обидную фамилию какую-то придумать что гонежи фабрика я не знаю нет ну раз он менял российская высказка зачем он ее меня в движении подъем в движении мастенька следить не я начала перемены фамилии не я заметь сыр не я начал не я это предложила у покровских ворот заметься не я это да значит город пять баллов по данным а со д д в лакалам скажется город до 5 баллов 7 баллов лакаламка в город чё там еще ленинградка 7 баллов ночи нет город не фонтанистый такой не фонтанистый я бы не не похвалил этот город так вот но нет неважно мы пойдем и проживем его этот вторник 29 января а